Обсуждаем сегодня весь день сирийскую повестку. Достаточно интересные новости на этот счет приходят. Вот из последнего, что Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи в Вашингтоне. В ходе телефонных переговоров решено, что встретятся они 13 ноября. После этого Эрдоган сделал еще одно важное заявление. Он сказал, что намерен обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным. Я процитирую. Вчера вечером я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. После этого я также проведу переговоры с Путиным, чтобы оценить обстановку, сказал Эрдоган. Все это на фоне, действительно, как сказал моя коллега, усиления присутствия Соединенных Штатов, возвращения, если можно так выразить, Соединенных Штатов на северо-восток Сирии и заявления о том, что американские вооруженные силы будут осуществлять контроль за нефтяными месторождениями. Все эти темы обсуждаем с нашими гостями. Сергей Алексеевич, давайте начнем со встречи Трампа и Эрдогана. Какие у Вас ожидания? Что могут обсуждать? О чем могут договориться? Ну, вообще, хочу сказать, что сегодняшнее, вот это вот последнее экстравагантное решение Трампа, оно просто может взорвать тот хрупкий мир, который установился в последнее время усилиями нашей дипломатии. И в этом смысле, если до этого была договоренность о прекращении дальнейшей активности действий турецких войск, что было достигнуто тогда в переговорах Эрдогана с Путиным, сегодня все может поменяться. И сегодня, может, Эрдоган, наверняка, Трамп будет его уговаривать не поднимать новую волну, как говорится, и не начинать новые столкновения с курдами. Согласиться ли на это, Эрдоган? Это большой вопрос. Смотрите, достаточно интересное тоже заявление, мы его весь день цитируем, тем не менее, сделаю это еще раз, в том числе и телеграм-канал, цитирует Эрдогана, который сказал следующее. Мы заключили соглашение с США и Россией, мы придерживаемся этих соглашений. Однако, при одном условии, если наш партнер выполнит свои обязательства, террористы находятся на территориях, которые мы обозначили как зону безопасности. Они нас не обманут. Словами, мы вывели всех террористов из этих территорий. Мы знаем, что до сих пор террористы не покинули ни Тель-Рефат, ни Манбич, а также Восток, Юг, Рас и Ляйна. Они нас не обманут. Это к кому может обращаться Эрдоган с такими словами? На фоне грядущих переговоров с Трампом? Вот именно. Это, наверное, надо так, наверное, понимать. Они не должны нас обмануть, не имеют права нас обмануть. Это в большей степени относится сегодня к Трампу. Потому что со стороны России никаких нарушений, общих договоров не последовало, не последует. И есть не случайно сначала Трамп, потом Путин. Потому что Эрдоган хочет получить от Трампа заявление о том, что они откажутся от своих планов. О том, что это новая интервенция, фактически американская, прекратится. Иначе у него будут развязаны руки. Вот здесь интересная ситуация. Давайте адресуем этот вопрос Владимиру Александровичу Исаеву, профессору Института страны Азии Африки МГУ, Востоковеду. Он с нами на прямой связи по скайпу. Владимир Александрович, позиции поведения Трампа в этой ситуации. Сначала оставил Курдов без поддержки, дал возможность провести Турцию операции и источник мира. Теперь говорит о возвращении, точнее, не возвращении, а осуществлении контроля за нефтяными месторождениями, которые, ну, собственно, на этих территориях находятся. Более того, здесь любопытно посмотреть на заявления, которые сделали сирийские демократические силы, ну, собственно, да, курдские формирования. Они заявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции. Как вы это прокомментируете, как это понимаете, и что все-таки, какую карту разыгрывает Трамп? Ну, видите ли, прежде всего хочу сказать, что Соединенные Штаты уже неоднократно говорят о том, что они выходят из Сирии. Это я прислушал раз в пять за последние минимум полтора года. Ну, к тому же хочу заметить, что я не знаю такой арабской страны, куда бы Соединенные Штаты не входили своими вооруженными силами, они бы покидали эти территории этих стран. Для начала. Значит, здесь ситуация немножко вот такая. Дело в том, что вы правильно обратили внимание на ситуацию в Дер-Резоре. Дер-Резоре – это примерно 70% всех месторождений и запасов, соответственно, сирийско-арабской республики. Значит, почему Соединенные Штаты настаивают над контролем над этими территориями? Уж поверьте, наживаться на сирийской нефти – это бессмысленно, потому что Сирия занимает всего лишь 33 место по запасам не потяну, по экстрату еще ниже. Поэтому сирийская нефть для них важна в другом плане. Ну, прежде всего, она дает, вот эти месторождения Дер-Резора, они дают примерно миллион долларов в день. То есть, если бы владели этой нефтью сирийские власти Дамаска, то они бы получали 30 миллионов в месяц. Для Сирии, которая находится в не самом лучшем экономическом состоянии, как вы понимаете, деньги немалые, они хотели бы их использовать. То есть, вы считаете, что это элемент такого экономического давления на Дамаск? Ну, конечно, Трамп всегда говорил, что, так сказать, и повторял, что режим, который находится в Дамаске, его не устраивает. Но есть еще одно очень важное обстоятельство, на которое не все обращают внимания. Если вы возьмете крупномасштабную карту Сирии, то вы обратите внимание, что вдоль Ефрата, как раз по Дер-Резору, по провинции Дер-Резору, проходит нефтепровод. Он тянется с юга на север. Он не только соединяет сирийские месторождения, по которым сирийская нефть изданно поступала в экономику Турции и тем самым в любые, несмотря на все отношения, которые были между этими странами. Но, помимо всего прочего, поскольку сирийская нефть не в состоянии была полностью заполнить мощность этого нефтепровода, то, естественно, значительную часть туда, этой нефти, составляла еще также нефть Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и так далее. То есть, тем самым, если Соединенные Штаты будут контролировать эти месторождения и, главное, этот нефтепровод, то тем самым они в самом серьезном образом начинают контролировать и энергосистему Турции. Тем самым, ну, как вам сказать, партнерские отношения даже в рамках НАТО хорошо, но экономическое давление, которое могут они осуществить, перекрыв этот трубопровод, это достаточно серьезный угроз для экономики Турции. Да, Владимир Александрович, спасибо, что обратили на это внимание. Действительно, этот фактор мы сегодня еще не учитывали и не обсуждали. Сергей Алексеевич, вы согласны с коллегой, что это может быть таким инструментом влияния? Кстати говоря, куда вообще эта нефть поступает с этих месторождений? Ведь там и в контрабанде Соединенные Штаты обвиняли. Ну, на самом деле, как я понимаю, здесь трудно понять вообще дальнейшее использование нефти, то, что она так или иначе, я соглашусь с коллегой, она сегодня один из серьезных, последних шансов поправить бюджет сирийского режима, это так. И попытка оказать давление на Сирию, бесспорно так. Но, кстати, не только Сирии, потому что сегодня появляется сообщение о том, что американцы, помимо баз, которые они планируют разместить в Сирии, пытаются серьезно сегодня внедриться и в военном смысле, и в экономическом, в Ливан. Это может быть плацдарм для какой-то такой долгоиграющей войны на Ближнем Востоке. Хотя, при всем при том, я бы хотел вот обязательно что отметить. При всех вот этих вот таких якобы долговременных экономических интересах, геополитических целях, есть конкретная конъюнктурная ситуация, связанная с американскими выборами. Что бы сегодня Трамп не начинал делать, если он начнет что-либо по-серьезному, он должен успеть привести к результату в течение года. Если он сегодня затеет войну бесперспективную, долгоиграющую, без шанса на успех, он себя перед выборами подставит еще больше, чем Ирак, из которого сегодня победоносно, как он считает, вывел американские войска. Ему нужна, как в том выражении, маленькая победоносная война. Возможно ли она в таком контексте? Большой вопрос. И, кстати, еще один момент. Самые последние сообщения подтверждают, что вот эту вот ситуацию неопределенности, ситуацию очень большого риска в этой войне, очень активно используют его конкуренты на выборы. Демократы в открытую сегодня начинают защищать интересы сирийского народа, говорить о незаконности программы Трампа, о нарушении прав человека в Сирии. Сегодня Трамп постепенно примеряет на себя своими авантюрными действиями Москву, Асада. Если тот был до этого мишенью, а главное, извините, вот этот вот злонамеренный тиран, то сегодня пальмут верностью перебирая... Предвыборную кампанию в Соединенных Штатах и возникают вопросы к поведению Трампа, в том числе и в отношении курдов. Очень непоследовательное это поведение. Бесспорно. И не очень понятно, чем оно мотивировано. С одной стороны, да, он аргументировал несколько недель назад отвод американских войск тем, что он не хочет воевать на чужой территории и участвовать в чужих войнах, но при этом сейчас он отыгрывает обратно. Это признание каких-то ошибок или... Нет. Это попытка одновременно играть на разных, как говорится, разной амплау. С одной стороны, защита интересов несчастных курдов, с другой стороны, простите, эгоистические, шкурные интересы американские соединенные. Ну, то есть он показывает избирателям, что мы свои интересы там учитываем. Все равно, как бы мы, Америка превыше всего, а интересы Америки важны для окружающего. Да, полминуты у нас буквально остается. Как вы считаете, возможно ли реальное вооруженное столкновение между сирийской армией и отрядами американских военных? Я очень надеюсь на то, что все-таки эти вот ближайшие переговоры не столько, наверное, с Трампом, а потом уже с Путиным, они все-таки, наверное, они помогут, помогут турецким войскам с одной стороны не влезть в эту вот катавасию, но с другой стороны быть неким сдерживающим фактором по отношению к американской, новоамериканской интервью. Ну, а Дамаск, наверное, все-таки не будет, так сказать, провоцировать ситуацию не будет. Каких-то резких шагов. Он будет отвечать, если все серьезно будет. Да, это все-таки у вас провокациями. В том-то и беда. Сергей Алексеевич, благодарю вас за комментарии, благодарю вашего коллегу Владимира Александровича Исаева. Что ж, будем внимательно следить за развитием событий.